И традиционная хроника коронавируса. Мир уверенно идет к 22 миллионам заболевшим. Ежедневно, кстати, заболевает 284 тысячи человека. Соединенные Штаты на первом месте, и страна стремится к 6 миллионам. На втором Бразилия, более 3 миллионов заболевших. На третьем Индия, на четвертом Россия. Ежедневно там, кстати, заболевает около 5 тысяч человек. По количеству заболевших в Украине на 14 августа мы установили новый рекорд 1732 человека. Что касается областей, то они в такой же последовательности остались. Лидирует Львовская область, далее Киев, Ровенская область и Черновенская область. Черниговская область 1154 случаев заболевания, Киевская область 4429 случаев. Украина уже вышла на 31 место и обогнала Китай по количеству людей, заболевших коронавирусом. А при таких темпах заболевания коронавирусом, скорее всего, рубеж в 100 тысяч мы пересечем в конце августа. В связи с этим на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 17 августа, с понедельника в Украине начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. К красной зоне будут отнесены некоторые районы Ивано-Франковской области, город Самбар, город Беляевка, Одесской области. К оранжевой зоне будут отнесены Ужгород, Ивано-Франковск, город Львов, Борислав, Стрый, Трусковец. К желтой зоне будут отнесены города Киев, Луцк, Одесса и другие города Одесской области, Ровно, Варош, Тернополь, город Харьков. И еще три иронические новости о коронавирусе. Целое государство, княжество, пало от коронавируса. Экономические последствия эпидемии COVID-19 и огромные долги вынудило самопровозглашенное княжество Хат-Ривер сдаться Австралии. Виртуальное государство находится на западе австралийского континента. Его правительство выдавало визы, водительские права, паспорта и валюту, выпускало собственные марки, вывешивало свой флаг и управляло 13-ю зарубежными офисами в 10 разных странах, включая США и Францию. Более того, в 1977 году княжество Хат-Ривер объявило Австралии войну из-за налогового давления. И вот оказывается, что за последнее время у государства Хат-Ривер возник долг в размере 2,15 миллиона. И теперь князь Грэм Кесли объявил о продаже земли для выплаты долга. Как он признался журналистам, сейчас во всем мире очень тяжелые времена и для экономики, и здоровья, и мы тоже это чувствуем. Итак, минус одна страна. А израильские ювелиры изготовили самую дорогую в мире маску от коронавируса. Маска сделана из белого золота, 18 карат. Ее украшает 3600 белых и черных бриллиантов. Она также оснащена сверхчувствительным фильтром и вес маски 270 граммов. Изделие оценивается ориентировочно в 1,5 миллиона долларов. И еще одна новость из Италии. В Италию вернулась традиция почти 400-летней давности. В году чумы в стране придумали винные окна. И теперь эта новая фишка вне пандемии COVID-19 вновь вернулась в Италию.